Уважаемые читатели, 16 июня во всем мире отмечается День Отца, в том числе и в нашей стране. И в честь этого замечательного праздника мы предлагаем нашим юным читателям познакомиться с книгой Кристин Науман-Вильян «С папой на работу». «С папой на работу». В один прекрасный день волчица мамуля уехала в гости и оставила 14 волчат под присмотром папули волка. Он собрал детей на полянке и сказал им «Детки, сегодня мы пойдем на работу». «А какая у тебя лобота, папуля?» – спросила самая младшая доченька Лёленька. «Сегодня я буду охотиться на трех поросят. Пойдете со мной?» «Да-да, пойдем, ура!» – закричали волчата. «Ула, ула!» – закричала Лёленька. И все они отправились с папулей на работу. Волк привел их к соломенному домику, в котором жил беззаботный розовый поросенок. «Тсс! Тихо!» – прошептал волк детишкам. «Не то поросенок нас услышит, выскочит из домика, и мы его не поймаем!» «Тиффе! Тиффе! Папа сказал!» – погрозила пальчиком маленькая Лёленька. «Хотите на ужин макароны с беконом?» – спросил папуля. «Хотим!» – тихо ответили волчата. «Я тоже, тоже буду макароны с беконом!» – закричала маленькая Лёленька из всех сил. Я тоненький голосок прозвенел на весь лес. И, конечно, поросенок в соломенном домике ее услышал. Он выскочил через окошко и бросился бежать к своему среднему братцу. Папуля-волк этого не заметил. Он подкрался к домику поближе и грозно прорычал. «Открывайте дверь сейчас же! Я страшный серый волк!» Домик был пустой, так что никто ему не ответил. Огорчился папуля-волк. «Послушайте-ка, детки!» – сказал он. «Я знаю, где живет другой поросенок. У него деревянный домик. Но в этот раз вы должны вести себя хорошо. Поняли? Охотиться – это не шутки!» Они отправились к домику второго поросенка. Волчата вели себя очень тихо. А маленькая Лёленька даже крылась на цыпочках. Папуля-волк подошел к домику и громко постучал в дверь. «Тук-тук-тук!» «Кто там?» – испуганно спросили поросята. «Страшный серый волк! Открывайте, а не то!» Тут волчонок Джонни подставил под ножку волчонку Волфи. А волчонок Волфи за это укусил волчонка Джонни за ушко. Тогда Джонни изо всех сил толкнул Волфи. И тот упал прямо на маленькую Лёленьку. «Ой-ой-ой, как больно!» – заплакала Лёленька. «Лапка шломалась!» Поросята в домике замерли, прислушиваясь. «Эй, поросята!» – обеспокоенно закричал популя-волк и заколотил в дверь с новой силой. «У вас, случайно, бинтика не найдется?» Поросята переглянулись. «Найдется!» – нерешительно ответили они. «А зелёнка не нужна?» «Нужна-нужна!» – ответил популя-волк. «Пожалуйста, дайте нам бинтик и зелёнку. А за это, я обещаю, вас не есть!» Поросята не могли поверить своему счастью. Пока страшный серый волк перевязывал Лёленьке ножку, поросята убежали к своему старшему братцу. Популя-волк почесал себе нос и сказал волчатам. «Ладно, что же делать?» «Это был несчастный случай, но не всё потеряно. Есть ещё один домик у поросят, самый крепкий, каменный. Но на этот раз чур не драться, не толкаться, не кусаться. Обещаете?» «Да, популя, обещаем!» Хором ответили волчата. «Обещаем, обещаем!» Сказала маленькая Лёленька и вытерла слёзы. Долго шёл популя-волк со своими малышами. Так долго, что волчата стали плакать. «Популя, я есть хочу!» «Популя, я устал!» «Популя, я пить хочу!» Наконец, популя-волк привёл детишек к каменному домику третьего поросёнка. Он так устал, что решил отдохнуть под деревцем и собраться с силами. И сам не заметил, как уснул. За крепкими стенами поросята никого не боялись. Они смотрели из окна, как перед домом играют волчата. И тут маленькая Лёленьке захотелось в туалет. Она подошла к двери и вежливо постучала. «Пожалуйста, пожалуйста, отклойте!» «Мне нужно пипи!» Поросята не знали, что ей делать. «Она такая крошечная! Она нас не съест!» Наконец, решили они. И впустили малышку к себе в домик. Лёденька сходила в туалет, а потом поросята пригласили её поужинать. В этот самый миг проснулся популя-волк и посчитал своих волчат. «Где ваша сестрёнка?» «Вона в домик и у поросят!» Ответили волчата. Популя-волк был в отчаянии. Он заколотил в окно и закричал изо всех сил «Немедленно отпустите моего ребёнка!» И тогда вам ничего не будет! Тут дверь открылась. И маленькая Лёленька вышла из домика с целой тарелкой блинов. А в сумке у неё лежали две бутылки лимонада. Голодные волчата вмиг разобрали угощение и с удовольствием поужинали. «Это был очень длинный, трудный день!» вздохнул популя-волк. «Пожалуй, нам пора домой!» «Популя, а мы завтра ещё придём к полосятам?» «Ну, пожалуйста!» попросила Лёленька. «Там посмотрим!» вздохнул волк и повёл детишек домой. И вот такая замечательная книжечка. Конец. Ребята, а кем работают ваши папы? Вы когда-нибудь ходили к вашим папам на работу? Та́тул лимонада. Ребята, а кем работают ваши папы loud!» «Нотороплавolo». «Просто лимонада» «Нотороплав21» «Сthy ваши папы?» «А не только тру!»